Очередную партию конфискованной техники отправят из Приморья на специальную военную операцию. Техника была изъята у черных лесорубов и золотодобытчиков. Теперь, после ремонта и окраски, она готова для отправки в ближайшие дни на фронт. Губернатор края Олег Кожемяка посетил арестплощадку во время рабочей поездки в Далереченский район. Вот вся техника, которая сейчас, на следующей неделе отправится туда, к ребятам на фронт, конфискованная у незаконных лесорубов. Также там еще стоит СУРФ и это краны, Уралы, те, которые сегодня нужны нашим ребятам военным. Благодаря оперативной работе прокуратуры, а также помощи военной полиции. Сейчас уже прошла все необходимые процедуры и на следующей неделе будет грузиться на эшелоны и отправляться туда. 10 единиц техники. Впереди еще наши ребята накрыли незаконных, те, кто незаконно проводил порубки по лесу, золотопользователей так называемых. А там хорошие хорвестеры, там хорошие экскаваторы. Поэтому это тоже в ближайшее время надлежащим образом оформим и отправим тоже ребятам на фронт. Вот еще два Урала. Кран сейчас тоже из конфискованной техники, отремонтированный. Отправляется к нашим ребятам в зону специальной военной операции. Большое спасибо всем тем, кто принимал участие в ремонте этой техники. Подготовил ее, красил в специальный цвет. Полностью готова, комплектована. А вот в ближайшие дни будет загружена. Мы продолжаем работу по возвращению в зону СВО конфискованной техники у лесорубов, у незаконных добытчиков золота, золотопромышленников, кто нарушает правила ведения золотодобычи. Поэтому такая техника будет регулярно поступать в наши войска. Но это, наверное, истудит пыл. Но с другой стороны, конечно, даст поддержку нашим воинам. Напомним, так называемый музей трофеев в Дальнереченском районе содержит самую разнообразную технику. От советских тракторов МТЗ, ДТ, грузовиков ЗИЛ и КАМАЗ до современных бульдозеров и лесозаготовительных комбайнов. Есть легковой транспорт.